Вчера мы говорили о том, как создать духовную атмосферу, в которой можно подготавливать учеников. И для этого духовные лидеры должны знать, каковы их обязанности. Если вы не хотите исполнять все эти пять вещей, о которых мы говорили, то вы не очень хороший духовный лидер. И что я пытаюсь донести до вас, что у нас не получается привести людей к росту, не получается привести изменения к изменению их жизни. Я не нахожусь здесь для того, чтобы указывать людям, что правильно, что неправильно. Но пришла Тора, пришел закон и рассказал нам о том, что мы должны делать. И апостол Павел говорит, что причина, по которой мы приняли закон, чтобы еще раз доказать, что мы неправедны. И поэтому, как же, после того, как мы приняли Мессию по вере, верой, можем снова возвратиться к закону и исполнять дела закона? Мы рождены заново силой Духа Святого, и таким же образом мы должны жить силой Духа Святого. Иначе, другим же образом, вы будете ожидать от себя и от других, чтобы они делали то, что невозможно. Но если мы создадим хорошую духовную атмосферу, где Бог может работать, тогда Бог сможет изменять жизни. И на это очень приятно смотреть. У меня есть вера идти к самым сокрушенным людям, потому что Бог будет менять их жизни. И обычно те, у которых самые большие проблемы могут изменяться больше всего. Потому что они более открыты к Богу, более открыты к Духу, более смирены. И часто самые трудные люди – это «хорошие люди», в кавычках. У которых никогда не было никаких очевидных проблем. Я хорошо учился в школе, у меня была семья, у меня есть деньги всегда, у меня образование. Почему мне нужен Бог? Поэтому, когда мы идем, мы идем к нищим, как Иешуа говорит. Мы идем к тем, которые сокрушенные. Вот кому мы проповедуем Евангелие. Если вы пойдете к сокрушенным людям, то ваша церковь всегда будет расти. Вы всегда будете достигать людей. Но если вы пойдете к тем людям, у которых есть всегда деньги, у которых все вроде бы нормально происходит, все течет гладко, то и те люди, которые будут хорошими для пастора. И в действительности это самые трудные люди для пастора. У них есть все ответы. У них нету такой же нужды. И вы можете узнать, что Бог начинает действовать в жизни человека. Потому что Бог создает какую-то нужду в жизни человека. И хорошо, когда мы станем достаточно зрелыми, и мы будем искать Бога и зависеть от Бога, даже если все будет хорошо в нашей жизни. Если вы не хотите, чтобы у вас в жизни возникли неприятности, то ищите Бога, даже когда все хорошо. Одна из причин, почему у вас есть проблемы в жизни, потому что вы недостаточно зависите от Бога. Поэтому он... Второзаконие, 8 глава, там сказано, почему Бог повел Израиля в пустыню. Он сказал, что я повел вас в пустыню. И я продолжал вас водить эти 40 лет, чтобы смирить вас. Смирить меня. Значит ли это то, что я должен ходить везде и говорить, я плохой человек, я ничего не значу? И когда они вышли из Гипта, они были рабами, у них сохранился менталитет. Мы рабы, мы ничего не значим. А смирение означает, что мы больше не доверяем себе. Смирение, когда мы больше себе не доверяем. И мы начинаем доверять Богу. И мы говорим, завтра, если Господь позволит, я пойду в этот город, в тот город. Высокомерие говорит, я богатый, у меня есть деньги и власть, я поэтому сделаю то или это. Но никто не знает, что принесет завтра. Это высокомерно, это плохо. В Откровении Лаодикийская церковь названа тёплой церковью. И он сказал, причина, почему они были тёплые. Поскольку они доверяли самим себе, они были самодостаточными. Они достаточно уже процветали. И испытание для Украины будет таково. Когда всё будет улучшаться в Украине, что будет делать церковь? Поэтому не очень критикуйте Запад. Потому что вы ещё не прошли это испытание. Всё меняется. Каждый год я приезжаю сюда, и я вижу некоторые изменения. И изменения будут продолжаться. И что же мы тогда будем делать, когда у нас всё есть для жизни? Апостол Павел сказал, что я научился довольствоваться, когда у меня всё есть, и когда у меня ничего нету, когда у него мало. Я могу всё делать через Мессию, который укрепляет меня. И я тоже это прошёл в жизни. У меня были ходы, когда у меня ничего не было. А затем некоторые периоды, когда у меня было больше, чем достаточно. И наиболее труднее иметь больше, чем достаточно. Я ещё раз повторю это. Для меня лично труднее иметь больше, чем достаточно. И поэтому Господь повёл их в пустыню, чтобы смирить их. Я не буду знать, что человек будет жить не только хлебом, но и словом Бога. Давайте посмотрим на определения и узнаем. На самом деле человек является учеником. Я был с одним пастором, находился вместе, и ему заводит какой-то человек, и начинает критиковать то, что он проповедовал, о чём он проповедовал в церкви. Они корректировали его. Ты должен был учить на эту тему или по той теме. И затем я спросила его, является ли этот человек работником в церкви? Принимает ли он участие? Нет, он просто посещает собрания. Они ничего не делают. Он не ученик. Поэтому, что говорил Ишо об этом? Как мы можем узнать, если человек является учеником? Вы не являетесь учеником, если вы так говорите. Вы являетесь учеником, если вы исполняете то, что говорил Ишо. И когда вы пройдёте этот список, то проверьте себя, являетесь ли вы учеником, или, может быть, вы частично ученик. И также, когда вы ведёте других людей, очень важно, чтобы вы понимали, кто из них является учеником. Ученики – это не те, которые приходят в церковь каждую неделю. Не позволяйте тем людям, которые каждую неделю приходят в церковь, быть вашими духовными лидерами. И, конечно, я верю, что Бог может говорить через любого человека. Но всё равно от этого не станете моим духовным лидером. Мой духовный лидер – это тот, кого Бог призвал быть духовным лидером. Духовные лидеры – те, которые полагают свою жизнь за овец. Они не сидят там и не говорят пастуху, что им нужно делать. Поэтому, если люди не готовы пойти на жертву и не готовы посвятить себя, то я не хочу слушать то, что они говорят. Ученик – это тот человек, который оставил всех людей позади и последовал за Иешуа. Первое определение – последователь Иешуа. И также, если я следую за Иешуа, это значит, что я должен куда-то идти. Потому что некоторые люди думают, что последователь Иешуа – тот, который ходит в церковь, тот, который изучает Библию. А что, если Иешуа сегодня не будет учить Библию? А что, если Иешуа пойдет к проститутке? А что, если Иешуа пойдет кому-то в больницу? А что, если Иешуа убирает церковь? И если мы собираемся следовать за Иешуа, это означает, что Он нас приведет в определенное место. И причина – та причина, почему духовная жизнь скучна, потому что люди не следуют за Иешуа. Когда я смотрю на Евангелие, то там каждый день Он отличается от предыдущего. И находиться рядом с Иешуа было очень-очень интересно. Один день Он проводит вопросы с фарисеями, интересная конференция. И следующий день Он хранит людей, следующий день Он делает чудеса. И каждый день он different. В один день у Его вот такая конфронтация с фарисеями. Второй день Он исцеляет человека. Третий день Он творит чудеса. Было очень интересно. Даже Его чудеса не были похожи один на другой. Поэтому мы должны быть последователями Иешуа. Это означает, что мы сначала должны быть хумблены и узнать, что человек не будет жить только хлебом одним, но словом, который говорит Бог. И если нам необходимо кушать каждый день, тогда каждый день мы должны жить словом Бога. И это означает, что Бог говорит каждый день. Так? Как вы можете жить словом Бога каждый день, если Бог ничего не говорит? Поэтому иногда Он обращается к нам через Библию, или когда мы слушаем учения. И чаще всего Дух Святой внутри нас что-то говорит, к чему-то подталкивает нас. Иногда, не каждый раз, Он говорит через видение. В Римляне на 8 главе сказано, Дух Божий свидетельствует моему Духу. В воле Божией. Поэтому как я могу знать, что Бог хочет от меня? Дух Святой дает в моем сердце мир и свидетельства. Говорит, хорошо, иди, делай это. Если вы научитесь жить таким образом, то вы всегда будете видеть Бога действующим. Потому что Бог говорит каждый день. Каждый день Он хочет творить. Но мы не верим в это. Поэтому мы должны научить людей иметь веру. И мы должны сами научиться жить таким образом. И когда мы научимся жить таким образом, мы сможем научить других. И также Бог действует через многих людей, не только через вас. И это происходит только с учениками. А не с пришельцами, со странными людьми. Бог говорит мне это, Бог говорит мне то. Это те же люди, которые будут пытаться учить вас. Ты должен сделать это, ты должен сделать то. Но затем вы посмотрите на их жизнь, и видите, что они ничего не делают. И ни одного нет признака ученика в их жизни. Но Бог говорит им все. И они пытаются заставить других поверить, что Бог говорит им все. Апостол Павел говорил, будьте осторожны, чтобы вы не обманули сами себя. В харизматичном, перетеченском движениях многие люди обмануты, потому что думают, что слышат Бога, но на самом деле не слышат. И они создают различного рода неприятности в церкви и беспокойства. И когда вы посмотрите на их жизнь, на все эти признаки ученикам, на самом деле они не являются учениками. Они приходят в церковь для того, чтобы сделать проблемы. И знаете, почему они причиняют различного рода неприятности? Потому что мы позволяем им. И мы не хотим сказать другим, что послушай, тот, что говорит этот человек, неправильно. Посмотри на плод их жизни. И мы должны слушать тех, кого Бог поставил лидерами. И те, у которых есть качество ученика. Раньше я слушал каждого, кто что мне говорил. Но если ты не последователь Ишуа, ты мне ничего не будешь говорить. Извиняй, я тебя не буду слушать. И уже к этому времени 30 лет занимаюсь служением. А ты мне просто уши как бы... Многие из этих людей, если бы были в каком-то местном баре и пили. И они начинают там людям говорить, что им делать. То там бы люди быстро разобрались с проблемой. Так? И так решена проблема. Но в церкви мы все очень приятные люди. И мы позволяем этим людям говорить, говорить и говорить. Потому что мы боимся мнения о людей. И мы более переживаем о мнении людей, чем о мнении Бога. И так же, если вы хотите охранять овец. И создать такую духовную атмосферу, где Бог будет работать и продолжать это делать. Не позволяйте этим людям делать то, что они хотят делать. Говорить им все, что заблагорассудится. Не обязательно им говорить, уходи из церкви. Просто сказать им, а ну, закрой рот. И начинай жить жизнью. Почисти, поубирай церкви в субботу. Помоги людям заниматься с детьми. Приходи на молитву. Покажи то, что ты способен учиться. И после того, как ты некоторое время этим будешь заниматься, может быть, мы тебя послушаем, что ты будешь говорить. Потому что тебе тогда на самом деле будет что сказать. И проблема состоит в том, что слишком много людей учиться в библейских колледжах. Я был только недавно в Казахстане. И я просто был удивлен тем, как много библейских колледжей в Алмате. Утром я учил в одном библейском колледже. Вечером я учил во втором библейском колледже. И я встречался с этими людьми из этих школ. Но никто из них не занимается служением. Они просто знают все о библии, все духовное. Посещение библейской школы не принесет вам никакой пользы. Если вы ничего не делаете со своими знаниями. И даже когда вы уже закончите библейскую школу и начнете чем-то заниматься, все равно вы еще ничего не совершили. Поэтому ваша голова должна уменьшиться. Возможно, эта группа очень смиренная группа. Просто я знаю, как обычно все происходит. И я не разговариваю на русском языке. Я не знаю, что происходит у вас в жизни. И, возможно, вы все очень смиренные люди. Но если я поеду в Лас-Вегас, и мне надо будет сделать ставки, если бы мне пришлось поехать в Лас-Вегас и сделать ставки там денежные, то я бы поставил на то, что в большинстве школ у большинства людей очень большие головы. в кавычках. И я ходил в библейскую школу. Два года. И Господь меня послал туда. И в моей жизни это было очень важное основание. Я приобрел очень хорошее понимание Слова Божьего, и как его изучать. Я научился двум вещам, очень важным вещам в той школе. И то, что я начал применять в жизни. Я научился вере. Я научился молитве. И тому, как слышать голос Бога. И все, я научился этому. И спустя время я закончил школу, и в жизни по течением времени начал заниматься другими вещами. Вы понимаете, почему я делаю особый акцент на всем этом? Мы должны быть осторожны, чтобы не обмануться. Что такое обман? Вот определение слова обман. Обман, когда мы верим в то, что ложь – это истина. Когда я верю, что какой-то обман – это истина, это правда. Кто из вас знает всю истину? У кого-то есть полное откровение всей истины? Кто-то здесь уверен в том, что вся его доктрина, все его знания – оно верно. Могу ли я найти того человека, который знает, что на 100% его мышление соответствует мышлению Бога? Никого. И о чем же это нам говорит? И я такой же, как и вы. Я не знаю все, я не знаю всей истины. И в 1 Коринфянам говорится, когда мы будем с Господом, тогда мы узнаем так же, как мы познаны. А когда же мы будем с Богом? Тогда, когда Он возвратится. Поэтому, если я не знаю всего, это означает, что я все еще верю какой-то лжи. Это все еще означает, что в моей жизни есть обман. Просто я об этом еще не знаю. Но когда я встречаюсь с мужами, с женами Божьими, и они учат меня чему-то новому или просто новой точки зрения, новой перспективы на что-то, что я уже знал. И я думаю, как? Каким образом? Я никогда так раньше не думал. Верно? Я никогда так на это не смотрел. Было ли у вас такое, когда вы что-то новое видели, но только с другой стороны? Это означает, что вы начинаете понимать истину, но в еще большем масштабе. Поэтому не бойтесь учить простым истинам Библии снова и снова. Повторять их. Многие люди ищут нового откровения, новой истины. Но когда я читаю Библию, честно говоря, это очень все просто. Конечно, нужно времени достаточно для того, чтобы все прочитать, все изучить, что там написано. И понимать все темы, которые, тематики, которые есть в Библии. И очень часто те, которые не знают Библию, не знают, что число, цифра 7 используется символически. Это цифра полноты, цифра совершенства Бога. А затем цифра 6 символизирует человека. Число 40 олицетворяет испытания. Поэтому есть определенные такие тематики в Библии. И истины в Библии очень простые. Если вы смотрите видео мое, то извините меня, просто мне очень неудобно. Спасибо, Господь. И я думаю, что Библия это очень простое послание, очень простая весть. И истина похожа на лук. И когда вы чистите лук, то вы счищаете определенные слои. Я вижу, что истина таким же образом. Что Господь берет ту же самую истину и применяет в нашей жизни, но только глубже. И поэтому, когда эта истина применима на более глубоком уровне, вы чувствуете, как будто это откровение. И очень часто я учу людей и через несколько лет я снова встречаюсь с ними и мне говорят, я был в церкви какой-то и там Бог дал мне такое откровение. И затем я спросила, что же вы узнали, и они рассказывают, а я вижу, что это то, чему я учил, уже их долгое время. И Дух Святой оживил эту истину для них, так что раньше они этого не видели. И Дух Святой должен научить людей и говорить к людям. Мы должны провозглашать истину с помазанием Духа Святого. И два человека могут сидеть здесь, например. Один будет все схватывать, для него это будет откровение, для второй будет просто сидеть. и все это очень часто сильно зависит от состояния сердца. И я могу поехать и я могу поехать в любое место, слушать любое учение, и все равно я получу что-то от Бога. И все равно, учит ли тот человек самый первый раз в своей жизни. И пару месяцев назад я посетил католическую школу на Гавайи, и проповедник поделился католический проповедник, поделился некоторыми местами с писаниями, и это было замечательно. И мы можем поставить Бога в коробку и сказать, но Бог говорит только через эту церковь. О, да, кто тебе это сказал? Где в Библии об этом говорится? Где в Библии сказано о твоей церкви? В Библии там нету имени твоей церкви. Но там говорится о Божьих людях, церкви, вселенской. Они не учат всему тому, во что я верю. Никто не учит всему тому, во что ты веришь. Некоторые люди учат даже больше того, во что ты веришь. и я так же верю, что некоторые церкви ходят в большей истине, чем другие. И мы должны быть осторожными в том, чтобы говорить, Бог является там или Бога здесь нет. что делает Господь. Я знаю православного священника из Румынии. и он является лидером одного движения в православной церкви. И они подготовили тысячи учеников, исполненных Духа Святого. И Бог делает великие дела через них. Это уже происходят годы. Если бы вы увидели Его на улице в Его рясе с бородой, то у вас, конечно, может возникнуть гордость, испытание гордости. О, я знаю, этот человек ничего не знает от Бога. И реальность состоит в том, что Бог делает больше через этого священника, чем через большинство пасторов. Это на протяжении уже многих лет. И наша проблема в том, что мы не смиренные. У нас нет смирения. Я знаю. У меня есть ответы. И вот я хочу тебя научить. И если у нас такой Дух присутствует, то такой же Дух будет и в нашей Церкви. Если Церковь духовно гордая, то пастор духовно гордый. Если пастор смиренный, то Церковь тоже научится быть смиренной. и так же у меня будет общение с теми людьми, которые являются частью моей семьи. И когда вся Церковь станет одним целым, единой, то миру веруют. но я только кушаю с пятидесятниками. Я кушаю только с баптистами. Или же я кушаю только с членами Церкви реки Божьей. Потому что мы только слышим от Бога, а никто другой не знает Его Духа. Мы в реке, а вы в пустыне. О, да? Все понимают? Если у нас есть смирение, то Бог может говорить с нами. Он повел их в пустыню, чтобы они научились, что не с хлебом только они будут жить, но с словом Божьим, исходящих из его уст. И обман. Я верю в ложь и думаю, что это истина. И, вероятно, всего, мы все обмануты в чем-то. и когда я понимаю это, то я могу быть открытым. Но если я говорю, я закончил библиотскую школу, я пастор уже многие годы, я знаю, я вот здесь, чтобы учить вас, вы ничего не знаете. Я знаю все. Так что послушайте меня. А затем в один день вы станете таким же высокомерным, как я. Ну, конечно же, вы хотите быть таким же человеком, как только что я сказал. Вот почему мы спасаемся, чтобы мы были полны истины и высокомерия. И знаете, что знание это опасная штука. Апостол Павел говорил, знание надмивает, раздувает. Верно? Но любовь созидает. То, что знание, из-за знания вы чувствуете себя очень важным человеком. из-за любви вы будете служить другому человеку и его интересам. И если вы не служите другим людям, то ничего вы не можете меня научить. Если вы живете только для себя и для всего вашего библейского знания, то ничего вы не можете меня научить. Я общался, мне приходилось общаться с пожилыми женщинами в церкви, которые никогда не учились в библейской школе. Они не могут сказать точное место, где это сказано в Библии. Но они могут вас научить большему, чем многие проповедники, учителя. Смотрите, наблюдайте за тем, что они делают. Они живут этой истиной. И то слово, которое стало плотью. Когда слово становится плотью, это дает жизнь. И иногда самых духовных людей не признают, как самых духовных. Потому что мы запутались, что такое духовность. Мы создали такие модели себе. Духовный человек это такой, такой, такой. Но мы должны посмотреть на слова Ишуа. Что Ишуа говорил о духовных людях. И если я хочу следовать за Ишуа, это означает, что некоторых людей я оставлю позади. идти. И не каждый, кто начинает вместе с вами продолжит дальше путь. А некоторые люди вообще не хотят никуда идти. И если я буду оставаться в том же самом месте, в тем же самым людьми, я никогда не следую за Ишуа. Ишуа всегда идет вперед, всегда вас ведет в будущее. И очень часто никто другой не идет вместе с вами. Они не слушают или просто не хотят идти. И поэтому мы должны принять решение, буду я ли следовать за Ним. И это означает, что некоторые останутся позади. Если вы не хотите этого сделать, то вы не сможете следовать за Ишуа. Примите решение, сделайте выбор. Многие люди приходили к Ишуа и говорят, мы хотим быть твоими учениками. Хорошо, замечательно. Но деньги очень слишком важны для тебя, поэтому тебе нужно будет сначала дать свои деньги. И что, ты просто не понимаешь, но я хочу послушать твои учения. Я хочу быть рядом с тобой, когда ты будешь творить чудеса. У тебя же такие ученики не очень хорошо одеты. У меня есть деньги, давай тебе помогу. Оденем их. Ешуа, у тебя есть служение, ты такой молодой, ты просто еще жизни понимаешь. Нужно немного попроще относиться, все будет в порядке. кент. И тот отошел и говорит, не могу я отдать своих денег. И он же не говорил каждому, чтобы каждый отдавал свои деньги. И вы видите в книге деяний в других местах Писания были те люди, у которых были деньги, они были богатыми. Очень хорошо, когда некоторые люди богатые. И Бог не говорит им все отдавать. Потому что они используют свое богатство, свое влияние на добро. Они используют деньги на добро и деньги не контролируют их. И быть нищим не означает быть духовным. И также не духовно быть богатым. Деньги просто то, что мы используем. Это ресурс. Верно? Некоторые из нас дают все ресурсы в какой-то определенный момент. Что мы должны использовать для будущего. Некоторые из нас получают свои ресурсы день каждый день день за днем неделя за неделей. Кто больше богат? Ни тот, ни другой. Если ты принял, получил все, что тебе надо для призвания Божьего, то ты богат. первые мои годы служения мне не надо было много денег. Мы жили просто и мы совершали служение. За последние годы я путешествую по планете, только как круги наверстываю. Я живу на Хавайях сейчас и поехал в Казахстан. Это 16 временных зон. А затем 7 временных зон возвратился во Франкфурт. в Одессу. Через пару дней еще 12 временных зон обратно на Хавайи. Это очень тяжело физически для организма. Очень часто тело твоего не знают. Какой сейчас час? Вы находитесь с людьми и вдруг внезапно ваше тело просто растаяло. Но также для этого требуется много денег. Что такое деньги? Это ресурс. ресурс, который я получаю от Бога для того, чтобы исполнить Его призвание. Всегда Бог даст вам те ресурсы, которых вы нуждаетесь для исполнения Его призвания. Не переживайте о завтрашнем у вас есть все, что вам нужно сегодня уже. И вот вы уже богаты. Еще интересно в отношении Бога, что Он никогда не обанкротится. Мне очень нравится, когда Бог всегда заботится и обеспечивает меня. Но обычно Он меня заставляет нервничать. Потому что я начинаю думать, а как насчет следующей недели? И таким образом я живу уже 30 лет. И это продолжает работать, продолжает действовать. Что произойдет, если Господь не позаботится, если не обеспечит вас. Тогда вы должны спросить себя, нахожусь ли я в Божьей воле. Потому что Господь дает только то, к чему призваны. Но иногда это испытание веры, мы должны сопротивляться, молиться, сопротивляться дьяволу. Но если Бог не обеспечивает, тогда вы должны заниматься чем-то другим. Иногда люди думают, о, какой ужас, я потерял свою работу. Но это плохо, если вы были плохим работником. Но что если вы хороший работник, вы теряете свою работу? Это благая весть. Потому что Бог будет делать что-то новое. Возможно, даст тебе что-то лучшее, чем то, что у тебя уже было. И наша проблема в том, что нам не всегда нравятся обезьяны. Знаете, как поймать обезьяну? За последний год я побывал в Индонезии. Я услышал историю о человеке, который ловит обезьян. Он делает небольшую клетку, как для птицы. И он ставит там что-то блестящее внутри. И обезьяны похожи на енотов. крысы. Крысы. на крыс. У вас есть крысы на улицах. Я видю их. Но хотя крысы есть везде. Некоторые животные нравятся коллекционировать вещи. И поэтому придет эта обезьяна поднимется по дереву и видит эту блестящую вести вещицу. Я хочу этого взять. Все, взяла. Затем, когда высовывает свою руку, не может пролезть эта рука. Если она отпустит эту блестящую штучку, тогда сможет руку вытащить. Но обезьяна жадная. Она не отпустит эту блестящую штучку. Вот как они ловят обезьян. Даже когда приходит время свободы, они говорят, нет, я хочу сохранить эту блестящую штучку себе. Ваша проблема в том, что вы обезьяны. Я обезьяна. Я хочу держать то, что у меня есть. И Ешо говорит, давайте, вам дано будет. Нет, 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 мне нравится, это хорошо, оно блестит. такое красивое, хочу сохранить себе. Господь говорит, нет, я хочу тебе дать что-то намного больше. Вы должны отпустить это. Научите этому людей. Не бойтесь учить людей отдавать. я всегда думал, не хочу обыть служением, а то мне придется учить людей о деньгах. Я не буду думать, что я хочу их денег только. Но если люди не будут давать, они не увеличатся. если Бог хочет дать тебе лучшую работу, то вероятно Он заберет ту работу, которая у тебя уже есть. Потому что возможно Он проговорит вам сердце, тебе нужно сделать шаг веры и сделать это. Я ненавижу свою работу, но она блестит, это дает мне что-то, дает мне безопасность. И поэтому вероятно Он забирает вашу работу и дает вам новую работу. Это пути Бога, пути Господней. Псалм 103, 7. 103, 7. Псалм 102, 7 стих там сказано, что дети Израиля видели дела Господа, но Моисей знал пути Господни. Многие люди ходят в церковь и видят то, что делает Бог. Вы можете прочитать всевозможные отчеты, новости о том, что делает Бог. Но Моисей знал образ мышления Бога. А я говорю с вами о том, о чем думает Бог, как думает Бог. не только что Он делает, но почему Он это делает. Пути Бога. Если вы хотите получить благословение в Господе, то вы должны способны вступить в будущее. Вы должны следовать за Ишуа. иногда это означает отдавать. Иногда это означает пойти куда-то. Иногда это означает поговорить с каким-то человеком. Когда я только приехал в Голландию, мне было 20 лет, и Бог послал меня туда после обучения в школе. у меня не было места, где бы я мог жить. У меня не было денег. И это дорогая страна. И Бог обратился ко мне, проговорил ко мне, когда я был в библейском школе. Я молился, мои глаза были закрыты, и в моем уме возникли образы. И первое, что я увидел мою бабушку, я знал, что я сидел в ее доме, смотрел за окно. Я увидел, что она проходила мимо окна. она согнулась, и была очень странная. Она шла вот таким образом. знак дорожный в Амстердаме. Затем увидел православную церковь. И затем я поехал в Голландию. и я посетил мою бабушку. Слышали эту историю раньше? И когда я приехал туда, они думали, что я немного странный. Я приехал в Голландию, у меня не было ни работы, ни денег, и Бог сказал мне приехать. поэтому они немножко волновались. Возможно, я вообще тут поселюсь у них в доме, съем всю их еду. Буду жить с ними, буду использовать их электричеством, ничего не буду делать. У каждого есть ленивый родственник, который хочет на шару пожить. поэтому я находился там пару дней. И моя бабушка готовила мне кофе. И она вышла в коридор. И в коридоре там была парадная дверь в дом. Я услышал, как эта дверь открылась, закрылась. Я подумал про себя. Если это было видение от Бога, тогда я увижу то, что было в этом видении. Я увидел, как моя бабушка прошла мимо окна, вот таким же образом, как я видел видение. Она вот так согнулась и прошла. Это все, что увидел в там видении. И это уже было не видение, была жизнь. Я быстро подбежал к окну и посмотрел, что же происходит. И у нее была такая лейка, и она поливала цветы. цветы. И в том видении я сидел далеко, и я не мог видеть цветы. и затем моя тетушка, которая была там, она услышала мою историю, что я приехала сюда, что Бог мне сказал приехать, и она рассказала об этом своим людям. Рассказала своим друзьям, а те друзья рассказали своим детям, которые учились в университете об этой истории. И у них каждую неделю было изучение Библии. И они сказали, давай, пускай он приедет к нам в Амстердам на изучение Библии. Они хотели эти студенты встретить странного американца с корнями из Голландии, который верил в этот странный. Поэтому сейчас я сижу в машине и вижу этот дорожный знак, на котором написано Амстердам. и я встречаюсь с этими студентами, они говорят, что ты будешь делать, и я рассказываю им, они думают, как интересно. А где ты будешь жить? Я не знаю, Бог обеспечит, Бог даст мне. Что ты будешь делать? Я не знаю, Бог покажет мне. Один из студентов говорит, что наша школа заканчивается, и будут каникулы у нас, и ты можешь пожить в моей квартире. И поэтому я остался у него в квартире. И мой друг из библи сказал, что смугли библи русские библи в Роман А потом другой говорит, слушай, тут мы контрабандно перевозим библии в Румынию, там еще было советское правительство, можешь помочь нам? И мы спрятали эти библии в грузовике между панелями именно, запрятывали их. И так доставляли библии в Венгрию, потом в Румынию, а потом из Румынии доставляли в русскоговорящие страны. И вот так я видел картину православной церкви, которую я раньше не видел раньше. И для того, чтобы следовать за Ишуа, мы должны слышать Его голос. Я не знал, был ли это Бог или не Бог. Я просто закрыл свои глаза и увидел некоторые образы. И затем спустя некоторое время Бог говорит «Возвращайся в Амстердам». Я купил билет на поезд, и когда я приехал туда, у меня остался один доллар. Будьте терпеливы, потому что скоро я закончу. И я думаю про себя. вот я слышал служение, которое там находится возле порта. Я сяду на автобус и доеду туда. И на мои последние деньги я купил билет на автобус. Я сидел в автобусе. и и бог говорит мне, садись с автобуса и пойди посети студентов, с которыми ты раньше был. Я думаю, может быть, мне надо им засвидетельствовать. поэтому я иду в университет, в их общежитие, посещая студентов. И те студенты, они были не христиане, они были неверующие. И я им очень понравился. Им не нравились церковные люди. Поскольку я занимался интересным, я следовал за Ишуа. Моя жизнь каждый день была другой, так же как в Евангелиях. каждый день я не знал, что будет следующий день. Я не знал, что произойдет завтра. И для них это было очень интересно, очень привлекательно. Для людей церковь скучная, потому что большинство церквей скучные. Я скучаю в большинстве церквей, которые я посещаю. Я могу сказать каждый день что они будут делать, в 同 время, я могу точно сказать, что будет в определенное время, в определенный день. И почему я должен туда ходить? Ну, конечно, я знаю, что нужно ходить, потому что это важно, но по-любому меньше, скучнее этого не бывает. эти студенты, они спрашивают меня, а что ты делал? О, мы тут контрабандой перевозили Библию в Румынию. А затем все это через границу советскую. О, это интересно, а как ты это делал? Это же незаконно, не так? Поэтому они думали, это просто интересно очень было. И потом они мне рассказали, как они в Польше побывали, что они там делали. Одна девушка говорит, а что ты сейчас будешь делать? Ну, я не сказал ей, у меня денег нет. И что Бог мне сказал прийти спустят с автобуса и к ним перейти. Я сказал, ну, я думаю, что я поеду на это принимать участие в этом служении, которое возле воды. И этот студент был достаточно богатый, достаточно богатой семьи. Это студентка. она говорит, у меня есть квартира, комната моя личная в городе, а я постоянно живу в общежитии университета. И в той квартире есть все, есть плита, есть стерео, все, что нужно, мебель. Сколько надо, можешь оставаться там. и только один вечер мне нужна эта квартира для изучения. Я жил таким образом 30 лет. Я жил таким образом 30 лет. чудеса не прекращаются. Я могу рассказать вам историю за историей за историей. Это будет работать для вас, как и для меня. Это не только для особых идей. Вы должны принять решение, буду ли следовать за Ишуа. Или же буду жить скучной жизнью, ходить в церковь. Вот как половина из вас, когда я говорил, вы такие все сонные. Да? Но если мы следим Ишуа, Он дает нам ресурсы того, что Он называется Ишуа, Он даст нам все необходимые ресурсы. И вы должны знать, что Он вам лично говорит. Если вы исполняете Его слова, то Он позаботится о каждом следующем шаге, повороте. Давайте перерыв сделаем.